Энергия нефтегазового сервиса компания, в общем-то, достаточно давно уже существует на российском рынке, с 2010 года. Сегодня мы полностью предприятие полного цикла. Мы занимаемся иммобилизациями, вышкомонтажными работами, бурением скважин эксплуатационных, разведочных, ЗБС. В том числе мы занимаемся освоением, испытанием. Есть у нас флот свой и ГНКТ, и даже в этом году запустили ГРП. 37 буровых установок сегодня в парке. Мы продолжаем наращивать и объемы. В прошлом году 800, в этом году больше миллиона, миллион 100 по проходке. Поэтому растем. Несмотря на то, что уходим все дальше на север, все больше в Арктику, это регион и климатически сложный, и инфраструктурно сложный, и геологически, но в целом задачи, которые перед нами стоит заказчик, мы сегодня выполняем. Здесь некоторые цифры про наши рекорды. И в 2021 году мы стали одним из системообразующих организаций российской экономики в части энергетики. Как вы видите, наша деятельность происходит в области Арктического треугольника, то есть это с центром Уренгоя и Ямал, ГДАН. То есть достаточно плотно представлено наше оборудование, буровые бригады. Уже четвертый год подряд мы у Новотека подрядчик номер один по бурению с определенными рекордами. В этом году одну из скважин Новотека мы закончили с коммерческой скоростью выше 7 тысяч метров на станком месяц. На Ачимовских скважинах уренгойского месторождения на Арктик-Газе мы достигли скорости Ачимовской горизонтальной скважины с протяженностью 1,5 километра горизонта в Ачимовке за 39 суток. В общем-то, это такие рекорды отраслевые на самом деле. Есть чем гордиться в хорошем смысле этого слова. Ну и в том числе и на Газпромнефти мы сегодня тоже там выглядим очень неплохо. По итогам первого полугодия тоже мы заняли первое место как подрядчик в эксплуатационном бурении. Вот и на одном из проектов и по экологии тоже заняли первое место. Вот. Ну, все это у нас получается благодаря вот в том числе применению современных технологий. За годы работы у нас сформировалась достаточно серьезная инженерная школа. Вот. Есть свой собственный там центр сопровождения бурения. Программные продукты используют там самые разные от Лендмарка до отечественных программных продуктов. Практически каждый процесс на стадии там проектирования помимо бурения там на бумаге или какой-то другой операции на бумаге у нас просчитывается. Вот. И это позволяет нам, собственно, реализовывать те вещи, которые, ну, долгое время считались невозможными. Вот. Если говорить конкретно, то сегодня понятно, что ни одна там скважина горизонтальная не бурится без использования там геофизики в процессе бурения. Роторная управляемая система, как правило, обязательно в этом деле, да, там датчики по АЭЦП и так далее. Вот. Ну, тем не менее, нам удалось добиться того, что с помощью вот этого оборудования мы можем в очень узком коридоре эквивалентной циркуляционной плотности работать и при этом не допускать там серьезных осложнений, аварий, дифференциальных прихватов, газопроявлений, хотя постоянно работаем вот на этом балансе, да. Одним из важных факторов заканчивания скважины является это спуск хвостовиков. Сегодня вот мы, ну, практически спускаем хвостовики, уже научились до, на протяженность ствола, сто там, пятьдесят пятого диаметра, да, ну, практически до двух километров. Вот. Это и хвостовики, которые спускаются с подвесками, с вращением и так далее, да, там прорабатывающие башмаки, ну, и специализированные добавки буровой раствор, снижающие коэффициент трения. В общем, в комплексе технологий мы вот сегодня можем уже спокойно говорить о том, что глубина успешного спуска хвостовика в той же Ачимовке, это, ну, два километра, в принципе, технологически уже опробированный и внедренный процесс. Перспективная вещь бурения на обсадной колонии, если там 10 лет назад это были либо Теска, либо Визерфорд, больше там не было в этом движении никого, ну, сегодня появляются новые компании, мы пытаемся там с ними работать, где-то это получается, где-то нет, но вот на одной из скважин в этом году мы применили технологии Максима Дриллинг, это отечественная компания, и, в общем, получили определенное ускорение вдвое суток за счет вот такой операции бурения там на обсадной колонии. Ну, планируем, конечно, эту технологию также продолжать. Так, если вот говорить о качестве крепления, сегодня можно сказать, что у нас есть там наработанные технологии по предупреждению межколонных давлений и повышению качества крепления. Сегодня эксплуатационные колонны в среднем по тем объектам, где мы занимаемся цементированием, качество крепления составляет 0,84 коэффициент, но кондуктора и технички немного поменьше, это 0,79. Но в целом надо сказать, что качество крепления постоянно улучшается. Это и самовосстанавливающиеся цементы. У нас своя лаборатория есть, мы подбираем рецептуры, и таким образом, в общем-то, каждая операция, она, ну, нестандартная, так скажем, индивидуально подбирается рецептура, причем тесты проводятся буквально там за несколько часов до операции с определенной партией цемента. Работаем мы в том числе и с, там, опять же, современное программное обеспечение и так далее, оно нам позволяет моделировать, в каком моменте у нас там начинается поглощение, чтобы, управляя гидравлической программой, в общем-то, минимизировать риски, так скажем, катастрофического поглощения цемента. Ну, тем не менее, даже где-то и в проектах все равно закладывается встречка. К этому тоже у нас как бы готово все. Вот. По предупреждению МКД сегодня, ну, помимо качественного цементирования, есть и современные решения. Я же сегодня говорил там про ВелТЭК и металлокордовые покера с Авророй. Мы неплохо отработали с металлокордовыми покерами и будем тоже в этом плане продолжать сотрудничество. В целом, надо сказать, что такая, ну, довольно распространенная проблема межколонок на газовых скважинах, она на сегодняшний день, ну, не полностью ушла в небытие, но беспокоит заказчиков, да, там потом все меньше и меньше. Вот. Если говорить о цифровых каких-то вещах, да, то вот мы применяли системы автоматизированного бурения. В этом плане очень хорошо работает компания АСБ. Вот. Они разработали собственную вещь под названием SpinMaster. Это полностью российский софт. В общем-то, комплектующая там часть, это, конечно, Китай, часть российский, но, тем не менее, в общем-то, система позволяет при бурении горизонтального участка ствола снимать пружины, снимать баклинг, подворачивая бурильную колонну влево-вправо в автоматическом режиме. Вот. И вот в этом, опять же, году, буквально недавно, мы пробурили в Волонжинском горизонте более 1800 метров горизонтального продуктивного ствола без применения роторной управляемой системы. То есть просто на отклонители с винтовым забойным двигателем. То есть вот использование этой технологии сегодня позволяет говорить о том, что, ну, по крайней мере, там до 1000-1500 метров горизонтального ствола сегодня уже можно подобрать там режимы и технологии, компоновки для того, чтобы уйти от проблемы отсутствия там роторных управляемых систем. Вот. Так, ну. И, конечно, вот новые технологии, это все работало бы менее эффективно, без определенных, так скажем, управленческих алгоритмов, которые в комплексе вот этот результат улучшают. Вот. Мы активно внедряем систему технического предела в своих буровых бригадах, собственно, и на других процессах сейчас стараемся переносить эту модель, это и к цементированию там, да, там, к освоению и так далее. Вот. Ключевые вещи, которые, ну, собственно, входят в понятие технический предел, вот они на экране представлены, я бы сказал, что, собственно, в основном это правильный опыт выученных уроков, как отрицательных, так и положительных, которые там, в свою очередь, ежедневно, там, да, ежевахтно прорабатываются с персоналом буровой бригады, с инженерно-техническим составом. Это позволяет, собственно, ну и успешно внедрять те самые новые технологии и добиваться высоких результатов. Ну, основная вещь там в техническом пределе – это построение лучших композитных скважин и, конечно же, вот работа именно с персоналом. Когда каждый человек понимает в течение своей, там, двенадцатичасовой смены, где он должен находиться, что он должен делать, помимо этого, естественно, прорабатываются там вопросы, связанные с промышленной безопасностью и так далее, с какими-то внешними негативными факторами. Вот, ну, если говорить в цифрах о результате такой комплексной работы, то в 2023 году, вот на сегодняшний день у нашей компании непроизводительное время, которое не будет оплачено заказчикам, составляет 2,5%, а в летние месяцы это было меньше 1%, вот, а коэффициент травматизма, ну, это примерно 1,000. То есть, да, к сожалению, происходят ушибы там, да, какие-то, ну, будем называть это травмами производственными и так далее, но, тем не менее, 1,000 коэффициент травматизма – это показатель, ну, практически. Та самая пресловутая цель 0. Вот, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, прошу их задавать. В принципе, наверное, на этом мой доклад окончен. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Нету, Александр Михайлович, к вашему докладу. А вон Алексей я вижу. А, есть. Алексей, Алексей, конечно же. Александр Михайлович, спасибо за доклад, все было интересно. Вот хотелось понять ответ на один вопрос. Вы упомянули, что сейчас начали на лонжине работать просто с ВЗД. И вот какая у вас стратегия все-таки в целевом видении? Это все больше отказываться от трусов, соответственно, работать с винтовыми и забойными двигателями? Или это маразовая история, и вы, соответственно, не планируете тиражировать? Ну, смотрите, работа на лонжине, понятно, что разрез полегче, риски поменьше. Мы, конечно, здесь эту историю будем тиражировать и развивать дальше. Есть скважины, на которых, к сожалению, пока без руса не обойтись. Да, мы проведем АПИ и на Ачимовке, и, наверное, и на Юре с применением моторов. Но в силу, опять же, плотности раствора, температур, шоков, вибраций, пока мы видим, что мы ограничены протяженностью ствола, где-то порядка 800 метров мы вытянем Ачимовки, Юры на моторе. Задачи заказчика растут. Это уже под 2 километра стволы. И, естественно, с мотором не справиться. То есть здесь нужна комбинация. Если вернуться к цифрам, один из основных поставщиков услуги роторных управляемых систем нашей компании – это ребята, бывшие Бейкер Хьюз. Если посмотреть на ежегодную статистику по отказам оборудования и, соответственно, брака в работе, связанного с применением роторных управляемых систем и всех комплектующих LWD и так далее, от компании Бейкер Хьюз, статистика говорит, что кризиса никакого особо не произошло. То есть как были у них отказы в лучшие годы 5 лет назад, они есть так и сейчас. И время этих потерь примерно сопоставимо, в районе полпроцента до процента меняется. Но не критично. То есть прям какого-то серьезной просадки, серьезного провала нет. Поэтому, конечно, мы будем продолжать работать и с роторными управляемыми системами. И я вот как бы, ну, опять же, я всегда очень так позитивно на это смотрю, несмотря на то, что поддержки у этих ребят нет, кроме как зарабатыванием денег. Тем не менее, ну, я думаю, что в течение года все-таки эта ситуация должна решиться по локализации ZIP-ов, по изготовлению там корпусов, электроники и так далее. Ну, либо это Китай приедет там, либо сделаем сами. Но в любом случае без роторных управляемых систем тризы пока освоить чисто моторами не получится. Здесь важно еще эти моторы скоммутировать с отечественными же геофизическими комплексами, с той же там энергией, да, потому что нужны, помимо там просто гаммы и резистивиметра, уже нужен будет там и нейтронно-плотностной каратаж и так далее. А это уже более серьезные там технические вещи. Они есть, но пока вопросы с их связью с гидроканалом там и так далее, с пульсатором. И вот, наверное, в течение этого года, 23-24-го, этот вопрос решится. Ну, либо так, либо никак, либо встанем, да, и вернемся опять к косообразным скважинам. Я думаю, что этого не будет. Спасибо, Александр Михайлович. Очень подробный ответ. Коллеги, вопросы? Можно вопрос, да? Александр Михайлович, вопрос у вас на слайде, и вы озвучили, что у вас запустили новый сервис, это гидрозрыв пласта. Вы это как, так скажем, в будущем появится серьезный конкурент или покрытие, скажем, своих потребностей, да, вот проектов под ключ? Как вы видите, это развитие? Ну, смотрите, я понимаю, что сегодня конкуренция на этом рынке будет расти, и если у нас будет получаться, конечно, мы будем занимать свою нишу. Ну, в честной, справедливой конкурентной борьбе, безусловно. Пока нам и на своих... Пока мы вот сделали первый опыт, Ачимовскую скважину, С-образную, там одну стадию, ну, надеемся, вот и сейчас заходим на более сложную там историю, уже многостадийный. ГРП, ну, конечно, основная сейчас задача – это закрытие тех объемов, где мы, собственно, привлекали до этого, да, там сервис по ГРП, а сегодня сможем это делать сами. Пока первое, вот, первый блин не вышел к омам, пу-пу-пу. Коллеги. Да, приведенные цифры, Александр Михайлович, конечно, впечатляют. Два с половиной процента НПВ при проходке миллион сто, это, как буровик, могу сказать, что это дорогого стоит, тем более однотысячные коэффициенты травматизма. Это большое достижение, это выдающееся, я бы сказал, достижение. То есть немногие компании в мире могут похвастаться такими цифрами. Ну, в этой связи немножко другой вопрос, да, что касается оборудования. Александр Михайлович, есть ли какая-либо у вас статистика или цифры, да, процентного соотношения отечественного и, соответственно, зарубежного оборудования, которое вы используете? Спасибо. Ну, давайте так. Условно, половина парка наших установок – это китайское производство, половина парка – это Уралмаш. Мы все понимаем, что и в парке Уралмаш, если это изготовление Уралмаш, это не значит, что он полностью сделан в России. Безусловно, там есть вещи, которые производятся там за рубежом. Стандартный станок, там, шеститысячный, ну, вот, сами представьте, наверное, тут сложно оценить. Это надо в финансовом сказать, что там, условно, полстанка – это импорт, да, там, или в тоннах в железе. Естественно, что верхний привод – это не отечественный производитель, да, там. Естественно, что мегаваттники – это тоже не отечественный производитель. Тут, я думаю, секретов нет ни у кого, понятно, что это комбинация, вот, но на сегодняшний день, ну, как бы, можно сказать, что проблемы там с запчастями мелкие есть, но только эта проблема в основном логистики, потому что там из того же Китая она там, ну, два месяца, там, три месяца, да, что-то едет. Вот, как только решатся эти проблемы, наверное, ну, при сохранении существующего положения вещей, и, собственно, и вопрос вставать не будет, импортный, не импортный. Понятно, кто-то производит вышки, кто-то там, верхние привода и так далее. Все это где-то агрегируется, и мы используем. Ну, такой крупной, серьезной проблемы на сегодня нет. И важно сказать, что это оборудование вполне себе, ну, все так, либо производится у нас, либо поставляется там дружественной страной. То есть, что... То есть, что...